Роман, скажите, ранее вы говорили, что нужно несколько дней, а точнее 3 марта вы говорили, что нужно несколько дней, чтобы понять, стоит ли украинским войскам уходить из Бахмута. Сегодня 6 марта, вот несколько дней уже прошло. Как вы сегодня оцениваете ситуацию? Было принято решение вывести мотострелковые войска, вывести технику из Бахмута в режиме ротации, завести туда силы спецопераций. Это волки наши, которые могут работать в городах, в городской застройке. Это как раз те силы, которые учатся годами для выполнения таких задач. Потому после ротации Бахмут сейчас удерживает в основном подразделения сил спецопераций и подразделения главного управления разведки Министерства обороны. Это тоже люди, которые знают, как себя вести в городах и удерживать городские постройки. Потому перевели режим уничтожения россиян за город, из-за города в город. Россияне заходят сейчас в городские кварталы и уничтожаются уже нашими войсками в самом городе. Институт изучения войны, на чью аналитику мы уже привыкли ссылаться в наших программах, публикует противоречивые заявления. С одной стороны, в их отчетах идет речь о подготовке отступления ВСУ из Бахмута. А с другой, есть заявление о том, что российские войска не смогут окружить Бахмут, по крайней мере в ближайшее время. В чьих же все-таки руках сегодня инициатива в Бахмуте? Бахмут удерживается вооруженными силами Украины изнутри, это еще раз повторюсь, это спецурой внутри города. И снаружи в районе Часавьяра находится гарнизон, который сверху, а там превышение, прикрывает Бахмут артиллерией. Потому этот тандем двух гарнизонов, он хорошо удерживается, очень много дорог между снабжением, между этими двумя гарнизонами. Обойти Бахмут россияне точно не могут, потому они изменили сейчас тактику, уперлись в наши рубежи, которые удерживают Бахмут от оперативного окружения. И пытаются уже заходить в город, выдавливать наш гарнизон, пытаются выдавливать. Но это как раз то, что украинским войскам надо. Они зашли в город, а в городских постройках здесь уже украинские войска имеют большое преимущество. Так как мы с одной стороны обороняемся, с другой стороны как раз та спецура, которая наша, которая может выполнять эти задачи. И она их будет сейчас выполнять, наверное, еще и задача первая, это уничтожение армии противника. Эту задачу будет выполняться уже просто в городе. То есть ситуацию в Бахмуте сегодня можно назвать полностью контролируемой, так? Бахмут контролируется украинскими войсками полностью изнутри. И российские войска где-то в полуокружении, по крайней мере, по периметру пытаются. Пытаются пока только зайти, и у них это не получается. Поэтому полностью контролируемая ситуация в городе украинскими войсками. В принципе, это подтверждает и Евгений Пригожин. Вот глава ЧВК Вагнар, жалуясь на снарядный голод его подразделений, заявил о возможной неудаче в Бахмуте и о том, что из-за этого якобы весь российский фронт посыпется. Насколько справедливы это суждение с вашей точки зрения? Неужели военная значимость Бахмута действительно так велика? Было в прошлом тысячелетии одно военное выражение. Лучшая оборона – это нападение. То есть, вот так как обороняться российские войска просто не смогут, там нет укрепрайона такого, который бы мог удержать, как украинский укрепрайон, наступающие войска. Потому что они за счет наступательных действий, за счет большого количества погибших, они удерживают уже наши войска от переходов в контрнаступление. Пока они будут наступать, пока, естественно, украинские войска будут это все выдерживать, уничтожать их, а потом пойдем в обратную сторону. И в этом смысле Пригожин прав. То есть, пока они наступают, пока фронт стоит. Как только они перестанут наступать или начнут отходить, тут же фронт пойдет в реверсном режиме. То есть, на противоходе уже украинские войска будут давить на российские. Ну и еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Российские войска применили против Украины новые бомбы. Вот УПАП-1500В. Об этом пишет издание Defense Express. Насколько они современные, эти бомбы, и технологичные? Как это утверждается в их описании, по крайней мере? Эти бомбы применяли россияне в прошлом году, в марте-апреле. Они пытались их применить, но были уничтожены самолеты, с которых их сбрасывали. Дело в том, что для того, чтобы работала эта бомба, ее надо поднять на высоту больше 10 километров, разогнать почти около звуковой скорости. После этого она только может планировать несколько десятков километров от точки сброса. Но для этого самолет должен подняться на высоту, которую тут же и подойти на такую дальность, на которой работают уже зенитно-ракетные комплексы украинские. Причем в прошлом году несколько самолетов с этими бомбами были уничтожены. В этом году также россияне попытались подойти с этими бомбами к линии фронта. Были уничтожены самолеты СУ-34 под Янакиево, как раз что он нес эту бомбу. Как только они начинают подниматься, их тут же сбивает ПУ украинская. С-300 – это от модификации от 150 до 300 километров ракеты идут у комплекса С-300. А самолету надо подойти на большой высоте, свечаясь как новогодняя елка, и сбросить эту авиабомбу. Это невыполнимая задача. Потому выполнить ее можно только после уничтожения системы ПУ. И эта задача невыполнимая. А потому наличие этих бомб просто увеличивает складские запасы, не более того. Они их не смогут использовать. Кстати, есть какая-то информация, сколько всего таких бомб находится на вооружении России. И может ли российский ВПК в условиях санкции сегодня производить эти бомбы? Эта бомба не свободно падающая. То есть с определенным обвесом, с системой GPS-навигации, управления. Россияне находятся под санкциями, потому однозначно они в большое производство их поставить не могут. Их есть несколько сотен штук. Но еще раз повторюсь, это складские запасы. Они пытаются увеличить, они не смогут их использовать. Пока есть система ПУ Украины. Она в каждый день все лучше и лучше. Заходят новые комплексы, увеличивается плотность, увеличивается дальность обнаружения. После захода патриотов это вообще невыполнимая задача будет для российских войск подойти к границе к линии фронта. Потому эти бомбы, на них у россиян слабая надежда.